Этого человека называли королем разведки. Не было такого шифра, которого он не смог бы добыть. Не было такой женщины, которую он не смог бы соблазнить. Он говорил на 22 языках и владел шестью иностранными паспортами. И все они были подлинными. Контрразведки многих стран безуспешно пытались выйти на его след. Никто не знал, как он выглядит. Даже архивариусы НКВД. Дмитрий Быстролетов. Это имя было вписано особым шрифтом в историю советской разведки. Италия, 1936 год. В комнату для досмотра итальянско-немецкой таможни вкатили коляску с инвалидом. Таможенник про себя выругался. Неохота была обыскивать коллегу. И потребовал паспорта. Документы оказались в порядке. Графа Эль Патио перевозили из римской клиники в берлинскую. Таможенник приступил к осмотру коляски, к спинке которой был намертво прикреплен мешок с клюшками для гольфа. Он достал одну клюшку, вторую. Как вдруг пациент дико застонал и забился в судорогах. Сопровождающий врач замахал руками и попросил не греметь клюшками. Он суетливо полез в сумочку и достал шприц. У инвалида изо рта уже пошла пена. Ему пришлось делать срочную инъекцию. Сделав укол, доктор сообщил, что у графа Эль Патио редкое психическое заболевание. Полная непереносимость металлического лязга. Любой звук металла провоцирует припадок. Если таможенник все же настаивает на досмотре, то будет сам отвечать за состояние больного графа. Таможенник вернул паспорта и разрешил въезд. Графом Эль Патио был советский разведчик Дмитрий Быстролетов. Всю комедию с редким заболеванием он придумал, чтобы под видом клюшек вывезти из Италии новейшую модель итальянского пулемета, которую потребовала Москва. В 1947 году министр госбезопасности Абакумов пересматривал дела бывших разведчиков. Тогда спецслужбы СССР столкнулись с проблемой. Молодое поколение ничего в разведке не смыслило. А старую школу власти собственноручно сгноили в лагерях. Взяв в руки очередное дело, Абакумов наморщил лоб. Дмитрий Быстролетов. Неужели тот самый разведчик экстракласса? В 1938-м Быстролетов был арестован. Разумеется, по доносу и сфабрикованному делу, подумал Абакумов, который хорошо знал систему. Приговорен к 20 годам лишения свободы с последующим выселением в Сибирь. Отсидел уже 9. Не умеют у нас ценить кадры, подумал министр и снял трубку. Найти все благи Быстролетова и срочно доставить в Москву. Сегодня же. Быстролетов Дмитрий Александрович. Внебрачный сын графа Александра Николаевича Толстого. Родился 4 января 1901 года в Крыму, близ Севастополя. Дмитрий Быстролетов умудрился побыть графом всего 5 дней. 2 ноября 1917 года, за 5 дней до Октябрьской революции, он добился признания за ним графского титула. А сразу после революции все титулы на территории России были отменены специальным декретом Совета народных комиссаров. В Первую мировую Быстролетов служил юнгой на Черноморском флоте. Участвовал в десантных операциях. Окончил гимназию и мореходное училище. Ушел во флот матросом. Дослужился до старшего рулевого. В 1919 дезертировал в Турцию, потом в Европу. Там Быстролетов умудрился получить несколько высших образований. В Братиславе – медицинское, и в Праге – юридическое. Все эти годы он мечтал вернуться на родину. В 1925-м получил разрешение вернуться в Москву, где сразу же был завербован. Аристократ до мозга костей, владеющий десятками языков и мечтающий служить молодой стране советов, был находкой для службы внешней разведки. Ему было поручено вернуться в Прагу и обосноваться там под легальным прикрытием работы в советском торгпредстве. И тут же он получил первое задание – разработать сотрудника германского посольства в Праге по имени Курт. Поимевшимся в резидентуре сведениям, помимо своих прямых обязанностей, Курт занимался сожжением секретных документов. Поэтому сразу же получил оперативное псевдо «Истопник». Быстролетов начал с наружного наблюдения. Он неделями следил за «Истопником», выясняя до мелочей его привычки и образ жизни. Вскоре выяснил, что Курт – большой любитель пива. По субботам он регулярно посещал пивную около Вацлавской площади, где, по свидетельству писателя Гашка, любил бывать бравый солдат Швейк. Там Курт сидел до закрытия, выпивая за вечер ровно шесть кружек пива. В разговоры «Истопник» не вступал и всегда сидел отдельно. Дмитрий стал регулярно посещать заведение. Когда понял, что примелькался, пришел позже обычного и, подойдя к столику Курта, попросил разрешения присесть. Быстролетов говорил по-чешски с ярким немецким акцентом. Он решил выдать себя за прибалтийского немца, которого война и революция, так же, как и Курта, заставила покинуть родину. Слово за слово и завязался оживленный разговор. Захмелевший немец был рад соплеменнику. После нескольких встреч Курт уже считал Дмитрия близким приятелем. Между делом разведчик выяснил, что Курт раз в неделю сжигает в топке котельные документы в присутствии третьего секретаря и охранника посольства. Но они ничего не смыслят в этом деле, болтал захмелевший стопник. Стоит мне включить тягу на полную мощность, и пламя мазутной форсунки пойдет поверху, а нижний слой документов остается нетронутым. Тогда Быстролетов предложил Курту выгодное дельце – приносить ему недогоревшие документы, на которые уже есть покупатель. Курт решил, что сотня-другая крон ему не помешает, тем более, если имя его останется в тайне. Вскоре Быстролетов обладал ценными документами о планах Германии, которые фотографировал и передавал на родину. Тогда же Дмитрий Быстролетов сумел завербовать сотрудника британского форен-офис Арно – Эрнеста Олдема. Тот занимался ничем иным, как составлением шифров для английских дипломатов. В течение трех лет Олдем бесперебойно снабжал советскую разведку шифрами и кодами английского внешнеполитического ведомства и другими совершенно секретными материалами. Получение дипломатических шифров стало специализацией Быстролетова. В период с 30 по 1936 год он добыл германские шифры и установил контакт с сотрудником военной разведки Франции. От него были получены австрийские, итальянские, турецкие шифровальные материалы, а также секретные документы спецслужб гитлеровских Германии. По мнению Центра Быстролетов, обладал двумя важнейшими для разведчика качествами – личным обаянием и даром перевоплощения. Разведчик, нелегал, вербовщик – это никто иной, как охотник на людей. Охотник должен мастерски менять свою внешность, не отличаться в социальной среде, где работает. Малейшая ошибка или фальшь в поведении – и охотник превращается в жертву. Дмитрий Быстролетов был мастером перевоплощения. Все фотографии из иностранных паспортов Быстролетова – это его автопортреты. Он тщательно подбирал себе внешность для каждого нового рода занятий. Контрразведки сопредельных государств не имели ни одного фотоснимка Быстролетова и не знали, с кем имеют дело. Даже в архивах советской разведки не было ни данных о внешности разведчика, ни его фотографий. Быстролетов был своим даже среди туарегов в пустыне Сахара, где скрывался после громкой операции в Европе, и среди пигмеев в дебрях экваториальной Африки. А в аристократическом обществе, среди финансово-промышленных тузов или богемы, он чувствовал себя, как рыба в воде. Однажды советской разведке стало известно, что генеральный консул Греции в Польше Генри Геберт является крупным агентом Международного синдиката по торговле наркотиками. И когда Быстролетову срочно понадобился греческий паспорт, он решился на дерзкий шаг. По эскизам Дмитрия, советскими специалистами был изготовлен перстень, точная копия тех, что носили члены наркомафии. Консул встретил его крайне сдержанно. Быстролетов назывался Александром Грассом, именем Безнациональности. А на вопрос, где родился, назвал город в Греции, где недавно сгорела мэрия со всем архивом. Потом объяснил, что у него украли портфель с паспортом, а ему срочно нужно в жене. Консул брезгливо поморщился и в помощи отказал. Пухлая стопка денег для бедных этого прекрасного города, положенная на стол, также не произвела впечатления. Гебберт сквозь монокль покосился на деньги и недовольно буркнул. Я не занимаюсь благотворительностью. Кто-нибудь знает вас в нашем ближайшем посольстве? Нет? Хлопочите о паспорте в другом месте. Прощайте. Тогда разведчик шумно отодвинул письменный прибор, оверся локтями на стол и нагло уставился на оторопевшего джентльмена. Грубым басом на лучшем американском сленге он прохрепел. Я еду из Сингапура в Женеву. Понятно, а? Консул изменился в лице. В Сингапуре недавно случилась заваруха. О сингапурской заварухе тогда писали все газеты. Днем в центре города выстрелом в затылок был убит английский полковник, начальник сингапурской полиции. Убийца скрылся, а позднее выяснилось, что он американец, торговец опиумом и японский шпион, нанятый наркомафией. Быстролетов процедил с кривой усмешкой. Плохо соображаете, консул. Геберт смертельно побледнел. Он еле слышно прошептал. Вы знаете, кто стрелял в офицера? А в чем вопрос? Кто же? Я, самодовольно ответил Быстролетов. На лбу Геберта выступили крупные капли пота. Дрожащей рукой он вынул платок и стал вытирать лицо. Чего вы медлите, зарычал Быстролетов. Мне нужен паспорт. И побыстрее. Ночью выезжаю в Женеву. Да вы не дреевьте, консул. В Женеве я его выкину в сортир. Тут взгляд Геберта упал на перстень. Тайный знак союза наркоторговцев. Когда посетитель стал намекать на общее начальство, консул окончательно сломался. Он закусил губу и принялся заполнять паспортную книжку. Вручив ее, консул лично проводил гостя до дверей кабинета. Быстролетов работал под прикрытием голландского художника Ганса Геллани и венгерского графа Перельи де Корольгаза. Американского гангстера Джо Перелли, бразильского бизнесмена, английского лорда, греческого мафиози. Но чаще всего в ход шел венгерский граф. Именно эту маску Дмитрий использовал для обольщения немки, фанатичной поклонницы Гитлера. Катарин была дочерью лавошника и работала в службе безопасности Рейха, где ведала архивом агентурных данных об СССР. Изображая венгерского графа де Корольгаза, Дмитрий сумел с ней не только познакомиться, но и быстро сблизиться. Катарин была истинной фанаткой Гитлера и национал-социализма, в которые рьяно пыталась обратить графа. Тот покорно рассматривал ее альбомы с проектами будущих лагерей для оккупированных наций. Быстролетов талантливо играл в преданного ученика, проникшегося идеями нацизма. Дочь лавочника грезила графским титулом, и Быстролетов умело это использовал. Он построил отношения так, что Катарин стала настаивать на официальном браке. Тогда граф де Корольгаз тяжело вздохнул и сказал, что недавно разорился, мол, и не имеет морального права обрекать на бедность такую прекрасную женщину. Потом нагнулся к невесте и сказал, что знает выход. Можно продавать документы, которым у Катарин был доступ в канцелярии Рейха. В дочери лавочника мгновенно проснулась коммерческая жилка. Воровство документов для Катарин грозило расстрелом. Но страсть к молодому графу, жаждано живой и графского титула, оказались сильнее. На следующий день Катарин кокетливо улыбнулась и протянула жениху сложенную в четверо бумагу. Это были документы чрезвычайной секретности. Заказы Третьего Рейха у крупных металлургических военно-промышленных заводов Европы. Де Корольгаз поцеловал невесту и сказал, что еще десяток подобных документов обеспечат им достойную свадьбу и безбедную жизнь. Дело шло к свадьбе, но копии нужных документов были уже добыты. Однажды граф отправился на охоту, а на следующий день Катарин получил сообщение, что граф де Корольгаз трагически погиб. Егерь неудачно выстрелил, медведь остался жив, а заряд попал в графа. Несчастная невеста месяц носила траву. Однажды, выходя из кафе, Катарин столкнулась лицом к лицу с покойным женихом. Оба опешены. Несостоявшаяся невеста упала в обморок, а быстролетов, воспользовавшись суматохой, быстро исчез. Быстролетов добывал для советской разведки дипломатические коды и шифры Австрии, Англии, Германии, Италии, Франции. Получал разведывательную информацию из резидентур Швейцарии и даже государственного департамента США. Он же обеспечил машиностроительную и химическую промышленность СССР новыми образцами западного вооружения и технологиями. Именно быстролетов подготовил агентурные сети, в США для сбора данных о будущих работах ученых-физиков, в Англии, Оксфордскую и Кембриджскую группы, в Европе знаменитую Красную Капеллу. Одновременно с работой в разведке быстролетов учился на медицинском факультете Цюрихского университета и получил диплом доктора медицины по специальности акушерства и гинекологии. Тогда же он, как практикующий врач, сделал научное открытие о регулировании пола будущего младенца при планировании семьи и стал одним из самых известных гинекологов в Европе. В Берлине и Париже он также обучался в Академии художества и имел несколько своих выставок. А для обеспечения безбедного существования быстролетов занимался самой обыкновенной промышленной подделкой. В Лодзе он познакомился с братьями Бусей и Липой Цепировичами. Они быстро договорились и вскоре создали на деньги быстролетова текстильную фирму Цепирович и Цепирович. Сокращенно Цып-Цып. Трепье доставляли в Лодзь, где после щедрого добавления хлопчатой бумаги оно становилось похожим на шерсть. Лодзинская подделка на глаз была неотличима от английского оригинала. В довершении всего на это барахло ставили штамп «Сделано в Англии». Фирма приносила недурной доход, а главное полностью отвечало заданию центра. Была легальным прикрытием, позволяющим путешествовать, не вызывая подозрений. Но главным козырем быстролетова были обаяние и привлекательность. Ему все чаще поручали работу со слабым полом. Графиня Фьеррелла Империали была единственной женщиной-дипломатом в фашистской Италии, послом Англии. Образованная и богатая светская дама. Именно ее поручили соблазнить Быстролетову, несмотря на то, что она была старше его аж на 13 лет. Задача – заинтересовать Фьеррелла. Сыграть легкий флирт и инсценировать вечную любовь. Тот факт, что Быстролетов недавно женился на чешской красавице Иоланте, центр нисколько не беспокоил. Своенравную даму Быстролетов обхаживал полтора года, но ни разу не приступил к штурму женщины, дожидаясь, когда графиня сама сделает первый шаг. Когда физическая близость стала для графини потребностью, он мягко предложил ей руку, сердце и работу на советскую разведку. Та, поколебавшись всего несколько секунд, согласилась. Все время работы над Фьерреллой он периодически наведывался в Прагу к жене. Из дневника Быстролетова. «Я закрепил дружбу с графиней физическим сближением. Я любил и уважал их обеих. И ночью в двух постелях продолжались. В одной я спал, как муж, в другой – как помолвленный жених». Фьеррелла покорно приносила пакет за пакетом с шифровальными книгами посольства. Вскоре вся тайная переписка итальянского и английского министерств была в Москве. Но Москва ответила на эту царскую добычу одним словом – законсервировать. Кто-то из высоких чинов оказался замешан в тайных связях с партией Муссолини. Предатель сидел слишком высоко и боялся разоблачения. Два года обработки графиней прошли впустую. Для Быстролетова это было ударом. Единственной женщиной, с которой разведчик связался по своей воле, а не по приказу Москвы, была его настоящая жена – Чешка Милена Иоланта Мария Шелматова. Ее он встретил еще в 1926 году в Праге, где они сразу же и поженились. Иоланта была чрезвычайно эмансипирована и не скрывала, что увлекается женщинами. У нее даже в юности был романс с подругой. В Европе это тогда было модно. Своей неприязнью к мужчинам Иоланта напоминала Быстролетову мать. Мать Быстролетова Клавдия Дмитриевна, дочь священника кубанского казачьего войска, была одной из первых в России феминисток и суфражисток. Член общества сохранения здоровья женщин. Носила брюки, курила. Именно в качестве вызова тогдашним приличиям решила родить ребенка вне брака. Она просто уговорила одного из отдыхающих в Крыму стать отцом, доказывая, что ей плевать на так называемое порядочное общество. Случайным отдыхающим оказался граф Александр Николаевич Толстой, брат писателя Алексея Толстого, автора Буратино. Срочное сообщение из центра. Во что будто ни стало, получить доступ к секретам генерального штаба Мусолини. Привлечь к работе жену Иоланту. Выдать ее замуж за полковника Гальяна Видальди, шефа итальянской разведки. Иоланта, босая, стояла на каменном полу в полутьме, когда в окно ударил камешек. Потом еще один. Это был знак. Девушка открыла створку, и в оконном проеме возникла темная фигура Быстролетова. Он легко перемахнул через подоконник, и Иоланта сжала мужа в объятиях. На сантименты не было времени, и Быстролетов достал мини-камеру, новейшую разработку Москвы. Иоланта разложила на полу документы, взятые с сейфа Видальди. Камера снимок за снимком сохраняла секретную переписку Гитлера и Мусолини, как вдруг дверь открылась, и в комнату вошел полковник Видальди с пистолетом в руке. Итальянцу потребовалось время, чтобы оценить происходящее. Он, будучи ревнивцем, не очень доверял молодой жене, и услышав шум, был уверен, что застанет банальный адюльтер. Подняв бумагу, полковник узнал свой почву. В этот момент Быстролетов выхватил у него пистолет и приставил к виску. Разведчик заявил, что уйдет прямо сейчас с техникой, а документы вернутся на место. И лучше будет всем, если никто ничего не узнает. А если что-то случится с Иолантой, то его, полковник Видальди, достанут из подзыва. После чего свернул камеру и исчез в темном проеме окна. Итальянцам, надо сказать, вообще не везло с защитой собственных шифров. Через два дня полковника Видальди нашли в окрестностях Рима застреленным. Официальная версия – самоубийство. За 11 лет работы Дмитрий Быстролетов не имел ни одного положенного отпуска. Усталость и утомление накапливались и сказывались на качестве работы. В конце декабря 1936 года он попросил разрешения вернуться с женой в Москву. Из архива. Через два года после возвращения на родину Дмитрий Быстролетов был неожиданно уволен из НКВД и переведен во Всесоюзную торговую палату. А через неделю в ночь с 17-го на 18-е сентября 38-го года его арестовали. Быстролетову инкриминировали шпионаж против СССР. Чтобы выбить признание в липовых грехах, разведчика пропустили через стандартный конвейер сухановской тюрьмы. Быстролетову поначалу пытали легко. Топтали пальцы ног, били кулаками в лицо, выворачивали руки. Потом несколько жестче. Выбивали зубы, проломили череп, сломали ребра, втаптывая их так, чтобы они распоролили легкие. Били в живот. Смерть не выход, а на конец борьбы, думал разведчик. Если меня сейчас расстреляют, никто не узнает, что было на самом деле. И Быстролетов согласился помогать следователю сочинять липовое дело на самого себя. Быстролетова приговорили к 20 годам заключения в лагере общего режима и 5 годам лишения права жить в Москве. Его супругу Иоланту среди других жен репрессированных также вывезли в ссылку, где содержали в неотапливаемых бараках. Иоланта, страдавшая туберкулезом, не выдержала и перерезала себе вены. Спустя 9 лет каторги Быстролетов стоял перед министром Абакумовым. Несмотря на изможденный вид, в разведчике мгновенно угадывался аристократ. Абакумов вышел из-за стола и сообщил бывшему разведчику радостную новость. Его амнистируют и предлагают работу во внешней разведке. «Завтра? Нет, уже сегодня вечером», заявил министр. «На ваше имя будет заказан столик в метрополе». Повисла пауза. Абакумов ожидал какой угодно реакции, но только не той, что последовало. «Мне не нужна ваша амнистия», ответил разведчик. «Я не виновен. Я осужден за то, чего не совершал, поэтому не могу быть амнистирован. Меня устроит только пересмотр приговора суда и полная реабилитация». Абакумов испытал шок. Даже подчиненные не смели с ним говорить так высокомерно. «Взгляните в окно», сказал министр. «Видите людей на площади. Так вот, это все подозреваемые. Все до одного. А здесь подозреваемых нет. Здесь все виновны. Лицо Быстролетова не дрогнуло. Он снова потребовал реабилитации и восстановления честного имени. Абакумов был взбешен. Пять лет одиночной камеры, после чего расстрел. Это был первый и единственный человек, осмелившийся в переносном смысле плюнуть в лицо министру госбезопасности Виктору Абакумову. Дмитрий Быстролетов пять лет провел в одиночной камере с мыслью о предстоящем расстреле. Единственные живые существа, которых он видел за это время, это были палачи, пытавшие и истязавшие его. Но Абакумову не пришлось долго торжествовать. 12 июля 51-го года он сам был арестован по обвинению в государственной измене и сионистском заговоре в МГБ. Как и все его жертвы, Абакумов был расстрелян за то, чего не совершал. После казни Абакумова приговор Быстролетова отменили и, подлечив его в госпитале, в 1952 году снова отправили в лагерь «Озерлаг», где поместили в один барак с 28 немецкими нацистами. По словам Быстролетова, это было заключение в заключении, когда он оставался один на один с нацистскими преступниками, против которых боролся в предвоенное время. Только после смерти Сталина Дмитрия Быстролетова наконец-то реабилитировали. Он долгие годы работал переводчиком и редактором, писал статьи и пособия. В 1973 году по сценарию Дмитрия Быстролетова был снят фильм «Человек в штатском». Герой фильма, прототипом которого был сам Быстролетов, после ряда успешных операций возвращается в Москву, где его награждают и в финале снова отправляют за границу. Дмитрий Быстролетов выбросил из этой кинокартины 20 лет тюремного периода, чтобы рассказать зрителю о своей работе в разведке. Скончался разведчик в 1975 году в маленькой комнате в коммунальной квартире, ни разу не пожалев, что когда-то отказался от амнистии. Дмитрий Быстролетов никогда не был членом партии, не имел ни одной государственной награды и даже воинского звания. Он всю свою жизнь был человеком в штатском. До сих пор документы об операциях, в которых участвовал Дмитрий Быстролетов, засекречены и не стали достоянием истории. Единственный источник сведений о жизни и операциях Быстролетова – пир бессмертных, его трехтомная рукопись.